В этой операционной все проникнуто новизной. Атмосфера притяжения, энергия настоящего. Через несколько минут церемония открытия первой и единственной в Казахстане гибридной операционной. Событие знаковое. А пока мэтр нейрохирургии, председатель правления Национального научного центра серии Кокшулаков, готовится к проведению сложнейшей операции. Насколько это ему удалось, дождемся и спросим по окончании хирургического вмешательства. На церемонии открытия Аким города Ермак Салимов, руководитель управления здравоохранения области Ильяс Мухамеджан, главный врач больницы скорой медицинской помощи Ерлан Буркутов, ведущий докторат. Спасибо. Спасибо. Тренд развития хирургии и кардиологии гибридная операционная спроектирована и оснащена в соответствии с требованиями международных стандартов GTSI. Чтобы было понятным поясню, гибридная – это несколько видов операций для одного пациента, интервенционное вмешательство и открытые операции, высокотехнологичная медицинская помощь, лечение пациентов со сложными патологиями, оказание помощи в так называемый «золотой час». Вы самые первые пионеры в Казахстане. Создав такой операционный, здесь могут поработать, оперировать любой хирург любой страны, любого ранга. Безусловно, это комплекс с передвижным напольным ангиографом, компьютерным томографом, рентгеновской системой, УЗИ-аппаратами и современнейшими микроскопами. Операционный комплекс мирового уровня. Понятно, для проведения операций на сердце и головном мозге требуются специалисты, освоившие новые методики. Оперируют те, кто прошел подготовку в зарубежных клиниках. Итого, у нас прошло обучение и подготовленные для работы гибридной операционной 43 специалиста. В 2019 году мы продолжим обучение в ведущих клиниках Англии. И надеемся, что спектр функционирования данной операционной позволит проводить до 3000 операций по указанным профилям в год. Гибридные операционные. Они заявили более года назад в программе комплексное развитие здравоохранения области. И тогда Аким Даниил Кенжетаевич Ахметов сообщил, что готовится на Востоке построить высокотехнологичный комплекс по указанию медицинских услуг. Почему выбор пал на больницу скорой медицинской помощи семье? Многопрофильная больница, через которую в год проходит более 24 тысяч пациентов, больше половины госпитализирует. И еще 40% населения региона от города, включая сельские территории до Ужара, получают здесь помощь. Это и дало старт. Вот такой большой контингент населения, который обслуживался в больнице, дал нам Акимату именно такую идею, что здесь нужно развернуть большую, новую, уникальную хирургическую операционную, чтобы была возможность проводить порядка гибридных операций, сразу нескольких операций в одном операционном зале. Вся стоимость составляет 2,3 миллиарда тенге, в том числе на оборудование было выделено 1,7 миллиарда тенге. Большую здесь, конечно, долю в этой стоимости занимает уникальное оборудование, которое является последним в своей области, наверное, хирургической техники. Войдем в храм здоровья. Предстоит комбинированная операция по удалению опухоли в головном носке. Способ удаления сложный. Изначально следует купировать кровеносные сосуды, питающие опухоль. Делают это через манипуляции, идущие от плечевой артерии. Мы с академиком Сериком Куандыковичем Акшулаковым наблюдаем через монитор, как Ирбол Махамбетов, специалист нейрохирургического центра, в коллаборации с докторами клиники убирают питание оперируемой опухоли. Здесь вы видите на экране, вот это проекция опухоли, это сосуды, которые питают опухоль, четко видно. Это следы прежней операции клипса. И видите, вот большой сосуд, наружная сонная артерия, которая непосредственно питает опухоль. Прямо к основанию опухоли, внутрь сосуда, и он здесь будет сейчас закрывать клеем определенной степени и лишить питание этой опухоли. Специалист вынимательно изучает снимки, сверяя показания. Служность данной операции заключается в том, что больной ранее оперирован дважды. Опухоль минигососудистого характера, он доброкачественный, но он находится возле больших сосудистых коллекторов. Серик Куандыкович отправляется к операционному столу. Второй этап – удаление сложной опухоли. Замечу, за такие операции раньше не брались. Сейчас это мировой уровень хирургического вмешательства по современным технологиям. Пока еще раз просматривает микроскоп, готовят следующий шаг, расскажу. В начале года специалисты ведущих республиканских научно-исследовательских институтов по приглашению Акима области побывали на стадии подготовки. Ученые о практике, кардиолог Юрий Пя, нейрохирург Серик Акшулаков, травматолог-ортопед Нурлан Батпенов, убедившись в уровне подготовки, подписали меморандум о сотрудничестве. Во время своего первого рабочего визита больницу посетил и президент Касым Джамар Такаев. Посмотрел я сейчас больницу вашу. Очень хорошая больница. Она была построена в рамках программы, которая в свое время инфицировала наша пациент. Первый президент, 100 больниц, 100 школ. Поздравляю вас. Интересные работы производятся, уникальные медицинские процедуры, в том числе операции. Хочу пожелать вам успехов. Ваш труд очень благородный, очень нужный, квалифицированный. Медики больше всех учатся в обеих сторонах. До 7 лет. И даже больше. Всю жизнь медики учатся в своем отделе. Ваш труд нужен людям. Это самое главное. 4 часа за операционным столом. Требовалось радикально удалить опухоль. Гибридная операционная требует большого участия специалистов. Мультидисциплинарная бригада. Это классический мировой стандарт. Другой уровень развития медицины. Отмечу. Для пациента это не первая операция. Микроскоп увеличивает зону операции в 15 раз. Все наглядно в детали. Но мы оставим операционную и послушаем меры операции. Оснащение операционное классное. Я хотел бы, конечно, отнимать своих коллег, медиков, которые я сегодня действительно получил удовольствие. Работает там. Поблагодарить Данила Кенжитая. Я думаю, он вложил большое усилие. И создав такой операционной впервые в Казахстане, это однозначно будет пример для других стран, и для Астаны, и для Алматы, и для всех регионов Казахстана. Зачи считает Серега Куандыковича пригласить на мастер-классы, послушать его лекции. Он хорошо знаком с развитием новых медицинских технологий на мировом пространстве. И вот, как это прокомментировано. Действительно, есть соседние регионы, российские регионы есть. Я точно знаю, что в тех регионах России, которые с вами соседствуют, нет такой операционной. Я это авторитетно могу заявить. Важно сказать, что строительство вела известная компания из семея, фирма «Азия». Какова цена проведенной операции? Вопрос непрассный. Нам пояснили 5 миллионов тенге. А проведена она в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. А что и как будет далее? Откуда ждать финансирование? А финансирование пока будет в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Здесь нужно отдать большую тоже благодарность Министерству здравоохранения Республики Казахстан, который поддержал нас в этом проекте. Кстати, эта поддержка была ощутимой и при открытии Центра роботизированной хирургии, потому что в настоящий момент действительно эти операции являются дорогостоящими. Поэтому здесь, видите, сотрудничество области совместно с Минздравом идет по направлению, потому что Минздрав понимает, что нужно сейчас именно поддерживать сложные, высокоспециализированные операции именно для того, чтобы обеспечить прогресс в регионах. Новая модель операционного клинического дизайна наполнена современным оборудованием и открывает возможности подготовки к выходу на оказание услуг пациентам других регионов и соседних государств. Больница скорой медицинской помощи на 345 КОЭК. Сационарную помощь оказывает в рамках ТРЯЖ-системы. Вы заметили, скорая помощь доставляет пациентам. 24 часа все 7 дней недели окажут помощь. Уже в пути движения доктора сообщают о состоянии больного и готовится помощь. ТРЯЖ-система моделирует приоритеты оказания медицинской помощи. Видите три линии, ведущие в зоны. Красная – экстренные больные, состояние которых угрожает жизни. Желтая – те, у кого потенциальные угрозы. И зеленая – пациенты, которые пришли самостоятельно. Здесь по ситуации приоритет в действиях доктора. Процесс в гибридной операционной запущен, что позволяет больнице выйти на статус «Больница высоких технологий». Прошло 5 дней, и в отделении нейрохирургии доктор Толеугали Нургалевич беседуя гуляет с пациентом, перенесшим сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга. Сегодня почти уже неделя прошла, как дед Назар после операции. Мы обсуждали, что послеоперационный период протекает очень, на нашем языке, очень гладко. Вчера именно пришла гистология. Мы подтвердили, что это доброкачественный опухоль. Можно сказать, для него хорошая новость, что это не злокачественный опухоль. Мы обсуждали его дальнейшую реабилитацию, что он как должен послеоперационной, после выписки, как должен себя вести. Исполняющий обязанности, заведующий нейрохирургическим отделением, сообщает, что по новым технологиям гибридной операционной проведено уже более 10 хирургических мешательств. Наш герой, операция которого длилась более 5 часов, Назаром Арбеком. Более 4 десятков лет отмахал за баранкой автомобиля. Человек доброго нрава. Болезнь не отступала несколько лет. Оперировали и раньше. И вот принял решение получить помощь в новых условиях. У Назара большая поддержка. Супруга, дети, внуки и очень позитивный настрой на жизнь. Я хотел сказать, что люди доверили врачам, что они умеют все делать. Особенно наши семичанские врачи. Это самые в Казахстане хорошие врачи. Еще новые оборудования. В лечебной палате четверо пациентов. И у каждого своя история. Николай только после операции пришел в себя. А невризма выстрелила, когда он был один. Может такой быть казус. Врожденный, например. Или приобретенный. Растет давление. Растет давление. И посмотрите, что там происходит. Мешковидное выпячивание, как это называется на медицинском языке. Оно в любой момент, особенно при резких колебаниях артериального давления, может взорваться. Вот смотрите, вот это развитие постепенное. Аневризмы. Сам не понял. Я пошел в баню после жары. Я весь день, короче, мы на кладбище были. Потом в баню пошел. И все. Мылся, мылся. И упал. И упал. Тут вот наш пациент, Николай Юрьевич, 1978 года рождения. Поступил тоже в экстренном порядке. Был доставлен из Бискарагайского района. И при КТ-исследовании и КТ-ангиографии у него пациента было выявлено мешочек в данное время передней соединительной артерии размерами 2,5 мм. И в течение часа с момента госпитализации пациент был взят в гибридную операционную и произведена эндоваскулярная эмболизация мешочкой аневризмы передней соединительной артерии. Уникальных операций по поводу аневризма головного мозга. Эти пациенты поступали в экстренном порядке. Бригадой скорой помощи. Аневризм – это заболевание, которое патологическое выпячение стенки сосуда. И человек, он не знает, живет, радуется. И в один день происходит инсульт. И этот аневризм лопается и происходит кровоиздение в головном мозге. Это как говорится, шел и упал? Шел и упал, да, к сожалению. Малик Буламбаев. Его многие знают в городе. Служил, охраняя порядок. Сейчас на пенсии и прошел сложное хирургическое вмешательство. В этом году МРТ прошел головой. Вот там обнаружили, что у меня вот такая болезнь. Мне посоветовали делать операцию, потому что она необходима. Вот. И вот 15-го числа я пришел, мне сделали операцию. Сейчас чувствую себя хорошо. Нормально, да? Нормально. Во-первых, надо верить человеку, верить врачам. Не надо всякие по сторонам. Раз здесь врач взялся, значит, он знает свое дело. Он профессионал. Поэтому я, когда 15-го пришел, я полностью доверился врачу Хочебаеву. Замечу, еще несколько лет назад аневризма – редко упоминаемая патология. Ее сложно было выявить из-за отсутствия технологий. Сейчас состояние кровеносных сосудов головного мозга, отклонения выявить не представляется труда и получить высокотехнологичную помощь, не выезжая в столицу и другие государства. Известный в Казахстане благотворительный фонд НИЕД, оказывающий адресную социальную помощь нуждающимся, открыл свою площадку в семье. И первая акция – товары детского ассортимента – вручены семейчанам. Впервые, когда мы узнали о существовании этого благотворительного фонда, мы вышли с предложением, чтобы расшириться и уйти в регионы. На удивление, мы очень быстро получили от них ответ и поддержку. Сегодня уже, как вы видите, благотворительный фонд в городе семьи начал свою работу. Идеи продвигались параллельно. Партнером благотворительного фонда НИЕД выступает известный торговый бренд Вайкики. Отмечу, его торговые площадки успешно действуют и в семье, а здесь выступают в качестве мецената. Несколько дней назад в город пришел большегрузный автотранспорт, поставивший товары детского и подросткового ассортимента. Местом дислокации Центра благотворительного фонда НИЕД в семье определен зал в офисе завода «Металлист». Пока шло формирование одежды по сезонам и возрастам, организатор, депутат областного маслихата Айдос Сирикали Улы сделал запрос на формирование списка людей, нуждающихся в адресной помощи. У фонда определен социальный лифт. Дети с особыми потребностями, без родителей, с опекунами, дети из многодетных и малообеспеченных семей. И таких пока определено 480 человек. Я с депутатским запросом обратился в наши социальные службы для полной прозрачности. Мы получили эти списки, списки детей, которые нуждаются в социальной защите, в социальной помощи. И уже получив первые списки, сегодня мы осуществляем деятельность благотворительного фонда. Процедура выдачи весьма корректна, в обязательном порядке согласования и определения потребностей. Нам позвонили домой, и все было неожиданно. Спросили размеры и пригласили сюда. Мы открыли вещи, посмотрели, они все новые, зимние. Внук тут же примерил. Но все понравилось. Спасибо фонду. Благое дело. Помощь тем, кто в ней нуждается. Гражданский долг каждого. Предприятие «Металист» и «Цементный завод» способствуют организации и работе фонда «Ниед в семей». Вещи все новенькие, современные, ярких, сочных цветов, теплые, комфортные. Не за горами зимнее время. И все в семье кстати. Расул – ученик 10 класса и с лихвой примеряет обновку. Не удержался и Сергей, получив полную экипировку к морозному времени года. То, что позвонили, вообще очень было приятно. Удивили, конечно. Очень приятно, что вещи зимние очень нужные. Звонок, во-первых, удивил, что не оставили без внимания. Очень большое спасибо. Два сына. Вот одного сейчас на зиму одели, второго тоже одели. Молодцы. Размеры все подошли. С учетом еще, что подрастет. Благотворитесь вообще в правильное движение. А помогать таким детям тоже, конечно, очень. Большое дело делают. Молодцы. Менеджер фонда консультирует, оформляет документы, формируя ответственность и радуется вместе с детьми и их родителями, что каждая вещь соответствует запросу. Более 10 тысяч вещей. Таков объем первой поставки и помощи. Отношения весьма деликатные. Любой изъян – вещь бракуется и возвращается. Помощь тем, кто в ней действительно нуждается – благородная миссия. В фонде старается сформировать пакет, подарить радость, сделать нужное и приятное дело. Дальнейшие наши планы – это, в первую очередь, укрепление партнерских связей, потому что сегодня мы уже видим счастливые лица детей, их семей. Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением. Приоритет фонда не есть. И благо, что таких людей и организаций становится больше. Редактор субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Это сегодня по окончании двугодичной международной программы АКСЭС, что прошла при поддержке посольства Соединенных Штатов Америки в Казахстане подростки единой команды, члены которой изучали английский язык, язык, что выступает родным для каждого пятого жителя планеты Земля. Мы приехали в Семей на церемонию завершения двухгодичной международной программы. На самом деле, это и начало нового этапа их жизни, выбора, продолжения дружбы и изучения английского языка. Язык – инструмент, инструмент для достижения цели. Кристиан Райт, Джейнс Брамфельд, Асем Бекимова, приветствуя выпускников, вручает сертификаты об окончании программы, которая проводилась в языковой школе LinguaTown под руководством Елены Михеевой. Атмосфера перемен создается руками человека. Мир кардинально меняется, открываются новые возможности. Все это требует новых знаний, умения ориентироваться во времени и принимать правильные решения. В системе ценностей, заботы о других, работа в команде. Программа «Аксесс» – международный социальный лифт и рассчитана на подростков, семьи которых нуждаются в поддержке и защите. Изучение английского языка – один аспект. Важным было, и это ярко продемонстрировали выпускники, развитие лидерских качеств каждого и продвижения идей. Для того, чтобы войти в программу, происходил определенный отбор. Отбор, конечно, по документам детей, потому что ребята пропускались в программу только детки, которые из незащищенных слоев населения, из малообеспеченных семей. Но даже если дети проходили по документам, необходимо было еще подтвердить желание изучать язык. Это должны были быть активные дети с хорошими оценками в школе. Прошедшие тщательный отбор параллельно со школьной подготовкой проходили образовательный курс в языковой школе. Два года, время становления, закалки, погружения в новую среду. На экране демонстрировали, на какие принципы опирались, какие возможности использовали. Сотрудничали с учениками Назарбаево-Интеллектуальной школы, вели волонтерские социальные проекты, учились быть полезными, выступали гидами для иностранных туристов. Знакомились с искусством в музеях региона, посещали дом одиноких престарелых людей, организовывали встречи с детьми-инвалидами, осмысливали и продвигали ценности и смысл инклюзивного развития общества. Важный тренд языковой школы это учеба под руководством опытных педагогов, в числе которых и учителя из США. Знание языка – важный стимул к познанию культуры, общению, формированию глобальных жизненных ценностей. Выпускники церемонии закрытия вели преимущественно на английском языке. Акцесс – это большая семья, где каждый может открыться как индивидуал, улучшить способности языков и работать в группах. Акцесс – это очень большая поддержка для изучения английского языка, обеспечить возможности коммуникации, и учить, чтобы быть более открытыми и милыми людьми. Мы также изучили культуры, культуры и традиции, и обеспечить сообщественные посетители нашей городской области с казахской культурой и традицией. Я благодарна Акцесс программе для того, чтобы нам дать возможность учить английский свободно, развиваться и создавать. Для каждого из нас, Акцесс программа имеет многое. Благодаря этому программе мы смогли учить английский. Учение английского будет помогать нам в будущем. Это будет улучшить все обстаклы и дать нам изменение, чтобы получить хорошую работу. Я также хочу благодарить наших учеников, которые были с нами два года, вернули в нас, учили в нас, и которые нас уничтожили в одной большой близкой семье. Английский – это язык интернациональной коммуникации, и я думаю, что все должны знать. Летнюю сессию провели в известном современном лагере Востока Казахстана «Дарын», где и трансформировали свои знания в конкретные дела. А что дала программа «Акцесс», подростки продемонстрировали на сценической площадке. Би эксим! Би комплиент! Би креатив! Би энергетик! Би сериус! Би суцесвул! Мне приятно поддержать родителей за их вклад в развитие детей. Я, будучи сам отцом двоих подростков, понимаю важность всесторонней поддержки. Успех ребенка – это и большой вклад родителей. Семей – не единственный город, где программа «Акцесс». Мы работаем в 12 городах. Более 130 тысяч студентов по всему миру получили от нас возможность совершенствовать английский язык и выходить на новые горизонты развития. Образовательная программа «Акцесс» изменила внутренний мир подростков, нацеливая, вовлекая в дела по преобразованию и созданию новой формации. Формируя капсулу времени, выражали вполне реальные идеи. Я обожаю компьютер, но нужно заводить реальных, а не виртуальных друзей. Или будьте команды, не грызите сухари в одиночку. Это ли непонимание и забота о будущем? Подростки из многодетных и малообеспеченных семей сплотились в команду, пошли в бой за знания и навыки. И этому весьма рады родители, поддерживающие своих детей, соизмеряя каждый шаг. Один из самых романтичных и любимых танцев – вальс. Танцуют все. Грациозность, легкость, простота слились воедино. Гости и родители – в восторге. В действиях юноши и девушек азарт, энергия и желание стремиться к лучшему. Оттого и перенеслись в машине времени на десятилетия вперед, где у Костров вспоминают, что дала образовательная программа. А педагоги благодарят за усердие, труд по овладению знаниями и вовлечение в общественную работу. Объединяет их не только знание языка, но и умение объективно осмысливать и оценивать свой путь. Программа «Аксесс» – это в первую очередь изучение английского языка. Программа «Аксесс» осуществляется более чем в 85 странах мира. Здесь нас учат быть конкурентоспособными, развивать свои лидерские качества, а также принимать нестандартные решения и быть гибкими в реалиях современной жизни. Мы должны помогать своему государству, чтобы быть очень успешными в этом государстве. «Освещай свой путь, находи дорогу к свету и начинай сегодня. Все зависит от каждого из нас», заявляют выпускники программы, посылая на древо желания свои осмысленные идеи, что каждому из нас строить и создавать будущее. В этом и есть главный посыл образовательной программы «Аксесс». «Аксесс» «О Субтитры подогнал «Симон»